Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. Число конкурентов, бьющихся за право обладания хрустальным пеликаном, сократилось в пять раз. В Самаре подвели итоги первого этапа профессионального конкурса «Учитель года». Думая о пенсии с молоду, школьникам и студентам рассказали, что нужно делать, чтобы в старости получать достойную пенсию. Искушение творчеством Пикассо. В Самаре открылась выставка знаменитого художника, которую еще не видели в России. И начинаем выпуск с дорожного ЧП, случившегося в Самаре. Семилетнего мальчика и 38-летнего мужчину госпитализировали после аварии, которая произошла около 11 утра в районе торгового центра метра. Столкнулись автобус номер 45 и 96-я маршрутка. За помощью к медикам обратились 4 человека. Двое от госпитализации отказались. В больницу доставили мужчину и ребенка. Предварительные диагнозы – обоих сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. На месте ДТП работает наша съемочная группа. Подробности расскажем в следующих выпусках. 653 кружки чая и 2 литра валерьянки. Именно столько понадобилось, шутит жюри Всероссийского конкурса «Учитель года», чтобы выбрать самых лучших. В Самаре подвели итоги первого этапа профессионального соревнования. Из 85 участников борьбу за большого хрустального пеликана продолжит только 15. Теперь их ждут новые испытания. Какие именно знает Андрей Горгуленко? Богата самарская земля на замечательных учителей. 63-й регион вновь среди лидеров конкурса «Учитель года». Анжелика Зимина, учитель русского языка и литературы из Сызрани, стала одной из 15 педагогов, вышедших во второй этап. На конкурсе не отступала от своего принципа – делай, что должен и будь, что будет. И добилась успеха, хотя конкуренция была очень высокой. Сомнения были, поскольку все участники очень яркие, самодостаточные, талантливые. Мы за время конкурса сдружились, мы перестали быть соперниками. И мне кажется, что в любом случае здесь проигравших нет. Здесь на самом деле все победители. География конкурса поражает размахом. От представителей Калининградской области до учителя Чукотского края. Среди вышедших во второй этап почти треть педагогов учат детей русскому языку. Также больше одного представителя имеют биология, английский язык и история. Как раз историком является Иван Филатов из Казани. Признается, приберег пару козырей на второй тур. Мы работаем каждый из педагогов по всей методике. И, соответственно, эта методика должна у нас прослеживаться от, грубо говоря, первого этапа написания эссе, заканчивая, ну, то есть надо пройти через урок, метод семинара и, соответственно, мастер-классовым. Поэтому, ну, конечно, какие-то интересные вещи, фишки у меня всегда заготовлены, но линия будет соблюдена. Времени на празднование почти нет. Второй этап начинается практически сразу. Лауреатов ждет несколько испытаний. Остальные участники конкурса пока домой не уезжают. Они станут судьями и наравне с родительским, ученическим. И большим жюри будут заниматься, пожалуй, самой сложной работой – оценивать выступления своих коллег. Да, конечно, тяжело. Это, в общем-то, вы знаете, это самая ответственная и, наверное, самая тяжелая процедура. Уровень очень высокий. Вы знаете, я, я говорю, в конкурсе с 94-го года, с прошлого века, вот, и наблюдаю, как вырастает, в общем-то, профессионализм. В коридоре школы номер 132 уже есть своеобразная аллея славы первого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Для этапа второго место также подготовили. Будет ли здесь фотография Анжелики Зиминой из Сызрани или кого-то другого, мы узнаем совсем скоро. Андрей Грагуленко, Василий Колдашов. События. Береги пенсию с молоду. 29 сентября – единый день пенсионной грамотности в Самарской области. Эта акция стала уже традиционной, она проходит в пятый раз. Школьникам и студентам рассказывают о том, что нужно делать, чтобы в старости получать достойную пенсию. Старт компании в Самаре дан в экономическом университете. Интересна ли эта тема современным студентам узнала Лариса Шалафаст. У студентов экономического факультета необычная лекция. Специалисты пенсионного фонда рассказывают, как устроена пенсионная система, что такое пенсионная формула и из чего она состоит. Студенты признаются, раньше о таком далеком будущем и не задумывались. Теперь эта тема стала более интересной. Я же заботюсь о своем будущем. Мне важно знать, какая у меня будет пенсия. Пенсионный фонд России проводит кампанию по повышению пенсионной грамотности с 2011 года. Основная задача таких уроков – сформировать у молодежи новую финансовую культуру. В 2015 году в Самарской области прошло более 500 уроков пенсионной грамотности для 17 тысяч человек. Основной смысл лекции будет о том, что чем работая, вы должны получать как можно больше белой зарплаты в объеме, как можно дольше работать, чтобы следить за тем, чтобы работодатель правильно перечислял за вас страховые взносы, тогда к достижению пенсионного возраста у вас будет достойная пенсия. Чем раньше ты об этом задумаешься, тем более солидный будет у тебя пенсионный капитал. И поэтому такие встречи для студентов 19-20 лет являются, так сказать, программной работой на будущее. Студентов знакомят с учебником «Все о будущей пенсии» для учебы и жизни. Издание специально подготовлено Пенсионным фондом России. Такие познавательные встречи в Самаре будут проходить до конца года. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Кадастровая стоимость жилья может измениться в следующем году. На сайте Росреестра размещены результаты новой оценки недвижимости. От этого показателя зависит прежде всего сумма имущественного налога. Раньше ее рассчитывали исходя из инвентаризационной стоимости квартиры, гаража или дома. С этого года начисляют в соответствии со стоимостью кадастровой. Это усредненный показатель, который зависит в том числе и от места расположения объекта. Но как рассчитать кадастровую стоимость знают далеко не все. Чтобы жители смогли задать свои вопросы специалисту, в региональном управлении Росреестра регулярно проводят прямые линии. Люди звонят по телефону и сразу получают ответ эксперта. На садовом товариществе там есть участок, соответственно, нежилое строение, небольшой площади. Вот как определялась кадастровая оценка? Если при постановке на учет после утверждения результатов государственной кадастровой оценки, она у нас в 2012 году утверждена, то, соответственно, это средний и удельный показатель по кадастровому кварталу, умноженный на площадь строения. Все нежилые строения просуммировали и поделили на суммарную площадь. Вот как рассчиталась эта средняя. То есть здесь и дачные дома, и торговые объекты, и все, что там находится. Узнать кадастровую стоимость имущества жители могут не выходя из дома. Достаточно зайти на сайт Росреестра и заказать выписку. Услуга бесплатная. А теперь коротко о других темах дня. Сотрудники Самарской организации «Самара. Взрыв. Технологии» погибли под Санкт-Петербургом, сообщает сайт «Волга. Ньюз». ЧП произошло при утилизации боеприпасов. Следственный комитет по Санкт-Петербургскому гарнизону по факту взрыва проводит проверку. По предварительной информации пострадали 6 человек, трое из которых погибли. Самарская организация арендует у военных часть территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Кировском районе Самары из-за пожара были эвакуированы жильцы дома. В 11 утра сотрудники МЧС получили информацию о возгорании квартиры на улице Минской. На место происшествия направили 19 пожарных и 5 единиц спецтехники. В пожарные эвакуировали из здания 11 человек. Возгорание удалось ликвидировать за 15 минут. Всего же за минувшие сутки в Самарской области произошло 5 пожаров. В Сызрани сотрудники транспортной полиции поймали троих подростков, которые подкладывали камни на железнодорожные пути. Об этом в полицию сообщила дежурная по станции Канадей Новоспасская. Нарушителей удалось найти. Дети в возрасте от 9 до 13 лет сознались в содеянном и заявили, что не задумывались о возможных последствиях. Самарцев ждет массовая рассылка налоговых уведомлений. Она начнется в октябре. Получить сводные налоговые уведомления собственники имущества смогут в почтовых отделениях по месту регистрации без очереди. Пользователи интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» для физических лиц получат налоговые уведомления в электронном виде через сервис. Заплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2016 года. Нашествие индейцев ожидается в музее Алабина. 4 октября там откроется выставка Германа Феоктистова «Священный круг жизни». Самарцы смогут увидеть 80 бронзовых миниатюр и 37 работ, выполненных из серебра и меди. Над выставкой скульптор трудился более 20 лет. Главными героями его работ стали индейцы, их жизнь и традиции. Сопровождаться выставка будет работами фотохудожника Андрея Скоробогатого, сделанными в разные годы на фестивале индейской культуры, регулярно проходящем под Санкт-Петербургом. Искушение кисти великого художника. В Самаре представили выставку Пабло Пикассо, которую еще не видели в России. Эротические литографии вызвали шквал осуждения, но и восторженные публики не меньше. 18+, а возрастное ограничение оправдано. Но все же творчество гения стоит того, чтобы обратить на него свое внимание. Марианна Мирная оценила. Среди черно-белых полотен литографий, вдохновленных различными мотивами от цирка, кориды и театра, без сомнения, веет атмосферой гениальности. Пабло Пикассо открылся с новой стороны. Посетители выставки безмолвно изучают и пытаются осмыслить то, что видят. Картины рождают сомнения и восторг одновременно. Выставка такие смешанные чувства оставила, потому что нужно ее, наверное, сплети домой и подумать, и осознать. Потому что Пикассо представлен здесь именно с новой стороны. Но это неплохо, это именно хорошо, потому что дается такая возможность увидеть одного из любимых художников с новой стороны. Основу выставки представляет наиболее откровенная часть работ «Сюит-347». Как в калейдоскопе, здесь персонажи сменяют друг друга, и закажущимися на первый взгляд бушующими фантазиями художника скрывается и юмор, и сарказм, и сила жизни. Скандал, эротическое шоу только для взрослых. Такие только отзывы не появились в социальных сетях после просмотра выставки Пабло Пикассо. 88 работ впервые открывают российскому зрителю новые грани гениального художника, приоткрывая еще одну страницу его кипучего и страстного творчества. Выставка Пабло Пикассо продлится до 27 ноября, так что у зрителей еще есть время определиться со своими вкусовыми предпочтениями и моральными принципами, чтобы понять для самого себя, стоит ли идти. Возрастное ограничение 18+. Мариана Мирная, Григорий Пешаков, События. Как связаны с Самарой и губернией Денис Давыдов, говорил Державин Лев Толстой. Ответ в лекции краеведа Михаила Перепелкина. В городе продолжается цикл прослепестительских встреч историков и горожан. На этот раз лекция носила название, позаимствованное у аргентинского автора Луиса Борхеса. Алина Чемерис продолжит. Писатели, чьи судьбы связаны с Самарой. Одни, как Максим Горький, здесь жили и творили. Другие, как Александр Пушкин, были в губернии проездом. Яркие фигуры творцов русской словесности, доктор наук и краевед Михаил Перепелкин рассматривает сквозь призму десятков, а порой и сотен лет. Даже великие судьбы, говорит, издали могут быть похожими на мух. Когда время бежит, уходит, а оно неостановимо, самые крупные фигуры, в том числе и писатели, превращаются вот в этих самых издали, похожих на мух. И тогда требуются усилия специалистов и требуются специальные приборы для того, чтобы вот в этих самых мухах рассмотреть очень неординарные фигуры с своими захватывающими, иногда радостными, иногда трагическими, иногда еще какими-то судьбами. Истории, о которых многие даже не слышали. Как связаны с Самарой Гавриил Державин и Денис Давыдов. Первый здесь вел дознание арестованных пугачевцев, второй некоторое время жил с супругой в поместье под Сызренью, где и умер. Память о себе на Самарской земле оставил и Лев Толстой. В селах Гавриловка и Патровка он изучал метрические книги, чтобы понять причину высокой смертности населения. После его отчета в Самару стала приходить материальная помощь. В губернии жил и еще один писатель Иван Дмитриев. Его ребенком во время пугачевского восстания родители увезли из этих мест. Позже именно его воспоминания помогут Пушкину написать капитанскую дочку. Именно он, Иван Иванович Дмитриев, побывал на казни Пугачева. Именно он увидел, как эта самая голова, которая, как нам Пушкин пишет в «Капитанской дочке», которая только что поклонилась на все четыре стороны, вот она покатилась там по брусчатке, ее подняли и показали народу. И это с его слов, собственно, Пушкин и написал вот эту вот сцену в «Капитанской дочке». Очень люблю нашу чудесную, просто великолепную историю. И, конечно же, хочу постоянно узнавать что-то новое, так сказать, копнуть поглубже, чтобы дополнить свои маленькие знания о нашем большом и замечательном городе. Такие встречи необходимо проводить. Город открывается для всех с какой-то новой стороны. Лекции по истории города проходят в пресс-центре «Самарской газеты» каждый вторник. Следующая состоится 4 октября в 19.00. Экскурсовод Катерина Ревинская расскажет жителям о мистической и подземной Самаре. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Испытать себя на прочность сможет любой самарец. Губерния в числе 17 регионов России получила право тестирования взрослого населения в этом году в рамках комплекса ГТО. В прошлом году прошли первые официальные испытания среди школьников. 26 из 1200 участников получили знак отличия ГТО. Это не самый хороший результат, говорит министр спорта Самарской области. Он свидетельствует о низкой физической подготовке подростков. Сейчас идет работа по организации сдачи норм ГТО на предприятиях. Чтобы повысить физическое здоровье и спортивную подготовку населения, в области проводятся различные спортивно-массовые мероприятия. Проводится в Спартакеаде трудовых коллективов Самарской области, где команда победителей командируется на всероссийский этап Спартакеады. В 2013 году команда Самарской области заняла пятое место среди 84 субъектов Российской Федерации. То есть, в принципе, неплохой показатель. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Итоги первого этапа конкурса «Учитель года» обсудил губернатор Николай Меркушкин и ректор МГУ Виктор Садовничий, о чем еще шла речь в нашем сюжете. Три автомобиля, четверо пострадавших, задействованы все экстренные службы. В Самаре прошли показательные тактические учения МЧС. 7 ноября в Самаре пройдет традиционный парад памяти, что ожидает гостей праздника и ветеранов, обсудили сегодня организаторы. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго, увидимся!